Судя по реакции в социальных сетях, многие миллионы клиентов Коско и не в последнюю очередь члены русскоязычной общины серьезно шокированы. Коско известна некоторыми своими как бы уникальными продуктами, которые очень нравились постоянным клиентам на протяжении многих лет. Это, например, очень вкусные готовые курицы, но до смешного по низким ценам это chicken wings, куриные так называемые крылышки, это цены в кафе, при магазинах там и в нынешние инфляционные времена продаются и хот-доги всего за доллар и большая щедрая в смысле сыра и всего остального пицца за 10 долларов, разные другие вещи. Ну а теперь вдруг в меню этих кафе появился сэндвич с говядиной, но за 10 долларов, то уже цена даже выше общеамериканской. Правда, пока сэндвич этот стали продавать, вероятно, в виде эксперимента, только в одном графстве штата Вашингтон, но все равно клиенты Коско уже поднимают восстание и даже говорят, что если дело пойдет так и дальше, то речь может идти и о массовом бойкоте. В Аргентине опубликована несколько неожиданная статистика, которая показала, что эта страна стала одним из крупных центров эмиграции из России. С января прошлого года, прежде всего, с начала войны против Украины в Аргентину прибыли 22 тысячи российских граждан, прежде всего из среднего класса. Кстати, половина прибывших это женщины, очень многие из них беременные. В Аргентине очень легкая процедура получения гражданства, во всяком случае, если ребенок рождается на территории страны, гражданство получает и родившиеся его родители, а уходит на получение американского гражданства всего два года. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания.